Ну а теперь переносимся в Париж. Там стартовала Олимпиада. О вакханалии на открытии мы, конечно, расскажем, правда, немного позже. А пока о приятном. Наши грибцы-академики, несмотря на все препоны, которые им подготовили европейские организаторы, первыми из белорусов начали борьбу за олимпийские медали. И сегодняшние результаты нас не могут не радовать. Евгений Золотой и Татьяна Климович в своих предварительных заездах показали просто отличное время и пробились в одну четвертую финала. Евгений вовсе на дистанции 2 километра по итогам квалификации показал общий второй результат. Четверть финала в академической гребле пройдут во вторник. Желаем удачи. Но и тут очень важно отметить, нашим спортсменам приходится выступать не на своих лодках. Их не пропустили на европейской границе. На берегу силы дальше читать финал и полуфинал самые важные две гонки, чтобы отобраться в финал, где мы будем бороться уже, постараемся бороться за призы. Так что это была гонка так, предварительно, первая на Олимпийских играх. Так что было, может быть, и волнительно, но мы справились. Все здесь, вот на последнем втором этапе, где мы гонялись, все вместе с ними, то все здесь, я думаю, что все настроены только на победу. И все берегут силы. Все берегут силы, чтобы показать свой максимум уже немножко на поздних этапах. Можно сказать, почти все получилось. То есть, ну, технические моменты, да, это для меня самое сложное, именно технически, чтобы все получалось. То есть, по силам, ну, я чувствую себя комфортно, хорошо. Эстафету у Грибцов перехватил Илья Шиманович, который пробился в полуфинал на коронной дистанции 100 метров брасом. В своем четвертом предварительном заплыве Илья показал второе время, уступив всего 0,07 секунды трехкратному олимпийскому чемпиону британцу Адаму Пити. В сводном протоколе после квалификации Менчанин располагается на третьей строчке. Борьбу за выход в решающую стадию пловцы проведут уже сегодня. Начало полуфинала в 22-12. Конечно, болеем за Илью. Еще сегодня мы пристально следили за велоспортом на шоссе в женской гонке. С раздельным стартом выступила наша Анна Терех. Предстояло преодолеть 32 километра 400 метров. За медали в этой дисциплине боролись 35 спортсменок. В итоговом протоколе наша Анна заняла 29 место.